3 сентября. В России день солидарности в борьбе с терроризмом. С минуты молчания начался памятный митинг у монумента героям необъявленных войн. Именно в этот день завершился штурм школы в городе Беслан, в которой террористы удерживали в заложниках около тысячи человек. Лидер движения общественной поддержки Химки «Интересно жить» Михаил Раев посетил памятный митинг. С некоторыми бойцами, которые участвовали в штурме, он вместе служил в горячих точках. Мой командир взвода Олег Ильинович, когда придя к нам лейтенантом, перешел служить в спецпорезделении «Вымпел». Вот именно при штурме Беслана он с собой прикрыл детей, погиб, за что получил по смертной званию Герой России. Хочу только одного, чтобы этого никогда больше не происходило. Это потому, что горько все, именно это трагедия. По официальным данным, трагедия унесла жизни более 300 человек, половина из них были дети. После официальной части состоялось возложение цветов к мемориалу.